74-я годовщина освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Это не просто дата на календаре. Это окончание одной из самых страшных страниц в истории нашей малой родины. 10 октября 1943 года войска Северокавказского фронта сбросили противника с Таманского полуострова. И в Краснодарском крае не осталось ни одного оккупанта. Это огромное имеет значение, потому что наша родная земля была освобождена. И наконец-то это все прекратилось, этот ужас, кошмар, который здесь творился. За 186 дней, во время которых враг господствовал на кубанской земле, было расстреляно и замучено 35 тысяч жителей. Только под Армавиром в братской могиле покоится более 6 680 мирных жителей. А сколько солдат погибло под пулями фашистов? Их подвиги остаются в сердцах благодарных потомков. Виктория Семенцова вместе с остальными стояла у мемориала с гвоздикой в руках, представляя, каково это было защищать родину. Тяжело, это как и во всех других городах. Но наши русские, можно сказать, сильно исправились, пережили. И вот у нас теперь чистое небо над нами. И мы им благодарны, конечно, и должны помнить об этом подвиге. Я думаю, надо напоминать и нам, молодежи, и старшим поколениям, они должны помнить, знать о таком значимом событии для нас. Чтобы в очередной раз отдать дань памяти тем, кто не вернулся с поля боя, кто помогал восстанавливать Кубань после разрухи. В парке 30-летия Победы собрались школьники, студенты, ветераны и неравнодушные жители города. Во время начала Великой Отечественной войны более, по-моему, 20 тысяч человек ушли из города Армавира в ряды Красной Армии для того, чтобы защищать наше Отечество. И многие из них не вернулись. Мы знаем подвиг партизан, которые сражались в окрестностях города Армавира, сражались за Отечество. Мы очень благодарны всем ветеранам, которые принимали участие в освобождении Краснодарского края, в освобождении всей нашей Родины. И самое главное, мы всегда говорим и будем говорить о том, что благодаря ветеранам, благодаря тем граждан Советского Союза, мы сейчас имеем такую уникальную возможность жить спокойно, трудиться и учиться. Еще на год отдалились от живущих ныне поколений тяжелые дни войны. О том, как все было на самом деле, молодежи еще могут рассказать очевидцы Великой Отечественной. Подвиги освободителей должны чтить и помнить все дети Кубани. Приятно, что сегодня собрались здесь в эту дату, как всегда в этом парке 30-летие Победы, для того, чтобы почтить память тех, которые остались и не вернулись в поле боя, остались здесь при освобождении города Армавира. Здесь и партизаны захоронены, здесь и захоронены летчики, которые освобождали город Армавир, и те, которые разминировали город Армавир. И очень отрадно, что на такие мероприятия приходят не только ветераны, но и молодежь. Торжественные мероприятия в честь освобождения от немецко-фашистской оккупации прошли во всех районах и городах Кубани. Ровно в 13 часов во всем крае состоялось единовременное возложение цветов и памятных венков. Инна Лепеткина, Евгений Халманских. Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир. Субтитры создавал DimaTorzok